Первое, о чем нужно поговорить, это Пеле, который нас покинул. И сейчас, конечно же, очень много самых разных мнений, самых разных ракурсов по нему приходится выслушивать. Они настолько полярны, в том числе, потому что никто толком из ныне, скажем так, смотрящих, обозревающих футбол не застал настоящего Пеле. И очень многое зависит от степени погруженности, от детализации и даже от источников, с которыми сталкивался тот или иной человек. Я, конечно же, тоже просто по дате рождения не мог застать его игру. Но в то же время, конечно же, в такой парадокс, как Пеле, как его карьера, мне очень интересно было погружаться. И я считаю, что на неплохом уровне владею информацией и постараюсь свою точку зрения по его месту в истории, по его величию сегодня изложить. Полярные мнения, с которыми я сталкиваюсь, это одно из двух. Первое – это после эмоционального события в моменте проводить опрос, давайте сейчас заново перерешим, кто лучший футболист в истории. То есть мы решили, когда Месси тоже эмоциональное событие выиграл свой чемпионат мира, мы уже решили, закрыли этот вопрос. Сейчас давайте, к сожалению, умер Пеле, давайте снова проведем этот опрос и решим, кто лучший в истории. Ну, такие опросы в моменте, мне кажется, очень категорично неправильной позицией. Ну и обратная сторона – это люди, которые вот недавно открыли для себя Википедию и пишут, что-то я не понимаю, почему Пеле такой великий, ведь он никогда там, допустим, в Европе не играл. Но хотелось бы найти баланс и дать какую-то более взвешенную оценку, и вот этим я постараюсь заняться. Я думаю, что вот в этой великой тройке Пеле, Марадона, Роналду очень тяжело, на самом деле, именно позицию для Пеле определить. Ладно, 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 я просто проверял, насколько внимательно вы меня слушаете. Конечно же, тройка Пеле, Марадона, Месси. Но дальше я сказал действительно то, что собирался сказать. Для Пеле очень тяжело найти место в этой тройке, и если бы была моя воля, я бы, наверное, его вынес за скобки. И объяснением его величия, на самом деле, будет объяснение мотивов, почему я считаю, что его нужно из этой тройки выносить за скобки. На самом деле, это не обязательно фиксированная тройка. Я знаю точно, что кто-то добавит, допустим, Альфреда Ди Стефана, кто-то еще упомянет Кроифа. И еще можно, в зависимости от вашей даты рождения и ваших взглядов, понимания того вообще, что важно в футболе, еще десяток-другой кандидатов набросать, как минимум для попадания в тройку, а может быть даже для того, чтобы называться величайшим в истории, это немножко бессмысленный спор. Но мне кажется, лучший способ объяснить величие пиле – это именно объяснить, почему, на мой взгляд, его нужно выносить за скобки. И я бы, наверное, оттолкнулся от вещей, которые делают его уникальным, то есть прямо в академическом значении этого слова. То есть этому действительно нет аналогов и, скорее всего, не предвидится аналогов. И вот эти вещи, как мне кажется, позволят объяснить, почему его нужно из этого сравнения устранить. Хотя, на самом деле, в принципе, очень трудно игроков из разных эпох сравнивать. Первый факт, первая такая история, которая делает его уникальным – это то, что в 1961 году его на государственном уровне признали национальным достоянием. То есть может по-другому переводить кто-то, может даже сказать, что эта фраза означает «национальное сокровище». Но суть заключалась в том, что из-за закона, который, из-за акта, вернее, который был принят на государственном уровне в Бразилии, Пилея, как вот это вот самое национальное достояние, не мог уехать в Европу. Он эту роль принял. Конечно, было бы интересно, это в каком-то плане является ограничением его прав. И интересно было бы, если бы он против этого протестовал. Но, наоборот, он с радостью эту роль принял, эту роль перед нас и на себя взвалил. И, следовательно, всю карьеру из-за этого, кроме завершающего этапа, который он провел в США, провел в Сантосе. И, конечно же, если бы не это обстоятельство, наверное, тут, может быть, даже не сам акт играет важную роль, а его желание оставаться до упора в Сантосе, если бы не это, конечно бы он в свое время обновил бы трансферный рекорд. Доподлинно известно, что они еле в Ювентусе, готовы были за него платить. То есть, ничего не меняется. Ну, вернее, как, сейчас уже, ну, я просто думаю, что там был тоже Аньели, только другой Аньели. Сейчас вроде как уже не Аньели, но представитель семейства Аньели. Ну, ладно, в любом случае, Ювентус в этом плане верен себе и мог обновить тогда трансферный рекорд. Очень серьезные по тем меркам деньги заплатить запили, но на выходе до реальных обсуждений даже не дошло. И это, конечно же, делает его уникальным. Никого больше таким образом не делали героем нации, сокровищем нации или даже национальным достоянием. И в том числе поэтому мы получаем ситуацию, в которой достижения Пеле даже с некоторыми адаптациями на особенности эпохи тяжелее сопоставлять с достижениями игроков, которые все-таки так или иначе свое величие ковали в европейских лигах. Даже с поправки на то, что это было просто-напросто другое время, другие правила и даже другой уровень у этих топовых лиг. С Пеле это намного труднее, но в то же время я бы не стал однозначно отмахиваться от его внутрибразильских рекордов. Да, там есть некоторые особенности, в частности чемпионаты Штатов, но если мы говорим именно о чемпионате Бразилии, то на тот момент это была очень сильная лига. Сборная Бразилии, как вы знаете, с 1958 года по 1970 доминировала, только один чемпионат мира не выиграла из четырех, который в Англии проходил. И то там со скандалом вылетела и, наверное, была сильнейшей командой на том турнире. Но суть в том, что этот отрезок был тотальным доминированием бразильской сборной. И практически все на многих турнирах, в принципе, все футболисты, которые попадали в бразильскую заявку, играли во внутреннем чемпионате. То есть уровень конкуренции и уровень этой лиги был достаточно высоким. Учитывая, что в тот момент еще не было четкой иерархии и топ-5 лига, то можно говорить, что относительно своего времени Пеле играл в топовой лиге. Вопрос, был ли чемпионат Бразилии на тот момент вообще сильнейшей лигой в мире, это дискуссионный вопрос. Но то, что это была топовая лига и что эти достижения не менее ценные, чем если бы он то же самое показал, допустим, во Франции, либо в Англии или в Испании. Но просто на тот момент, главная мысль, которую тут надо передать, просто не было такого четкого разграничения между лигами. Не было понятия топ-5 лига и не было ни финансового расслоения, ни расслоения в уровне. Поэтому, несмотря на то, что Пеле не уехал в Европу, нельзя от его рекордов внутренних так легко отмахиваться, как многие сейчас пытаются отмахиваться. Но в то же время, учитывая, что сопоставлять так трудно, нельзя делать эти рекорды и каким-то ультимативным аргументом в пользу Пеле. Это просто, опять же, подталкивает нас к тому, почему его правили выносить за скобки. Вторая история, которая тоже, так или иначе, подчеркивает его уникальность, это то, что он вот эту роль на себя, которую на него внутри страны взвалили, на себя еще при его игровой карьере взял и в мировом масштабе. Ведь, если задуматься, вы, наверное, так или иначе слышали про знаменитые товарищеские матчи, товарищеские туры Сантоса, которые, по сути, были просто привязаны к фигуре Пеле, к тому, что всему миру хочется на него посмотреть. И все это было в эпоху до, скажем так, доступности абсолютно любого футбола. То есть он был глобальной суперзвездой в эпоху до того, как это стало технически возможно. Мне кажется, этому тоже не будет аналогов. И если продолжать вот эту линию про национальное достояние, то в каком-то плане он еще при своей карьере, даже ее не завершив, стал мировым достоянием. То есть товарищеские матчи с его участием, они, во-первых, по желанию обыграть команду Пеле, по желанию обыграть Сантос, не были товарищескими. Они были для многих команд, которые противостояли Сантосу, вообще самыми важными в году. И уровень сопротивления там точно не был товарищеским. Во-вторых, это действительно было таким необычным, опять же, не имеющим никаких аналогов. И я думаю, аналогов уже не будет культом поклонения таланту Пеле, которая делала его легендой не просто еще при жизни, а легендой в момент игровой карьеры. Я думаю, что в совокупности, учитывая, в какое время это происходило, в совокупности, этому аналогов тоже уже не будет. И, наконец, третий момент, которому тоже просто объективно нет аналогов, это статус трехкратного чемпиона мира. У Пеле он трижды выигрывал этот турнир, и он выигрывал его, конечно же, в эпоху, когда футбол сборных был на первом плане. Когда действительно можно было называть чемпионаты мира ярмаркой, в том числе тактических тенденций, когда все оглядывались на эти турниры, когда эти турниры не отставали от своего времени, а опережали свое время. И вот Пеле в очень разных сборных Бразилии в одной возрасте взрывного 17-летнего форварда выигрывал еще в 58-м, и, понятно, в 62-м тоже выиграл. И в 70-м его последняя победа уже в абсолютно другой роли, в роли скрытого плеймекера, в роли, наверное, скорее даже десятки, а не нападающего. Хотя понятно, что игроку таланта Пеле в какой-то фиксированной роли, особенно в ту эпоху, существовать было вообще затруднительно, и описывать его роль тоже было настолько же затруднительно. Я думаю, что вот эти вот три истории, которых нет и не будет уже аналогов, отлично описывают, почему Пеле нужно выносить за скобки, почему у него какое-то свое особенное место в истории футбола. И почему его так трудно сравнивать. На самом деле, даже вот мы обсуждали там Марадону и Месси в аргентинском контексте, и там все-таки преамбулу сравнения можно сформулировать. И было вообще удобно формулировать до победы Месси, то есть до победы Месси на чемпионате мира. Там можно было сформулировать, что у одного явно более стабильная карьера, у другого явно более крутой пиковый турнир. Я думаю, что это актуально и сейчас, про пиковый турнир Марадоны, но, по крайней мере, у Месси уже тоже есть кубок мира, но в любом случае там было понятное сравнение. Сейчас это сравнение стало однобоким, но оно на всех этапах было понятным. С Пеле все это сделать труднее, и даже вот преамбулу, от чего отталкиваться, пытаясь его сравнивать с другими великими, проблематично сформулировать. И проблематично во всех смыслах, то есть это не делает его вынесение за скобки однозначно лучшим, не ставит его на нулевую позицию, когда список начинается с первой. Это просто, как мне кажется, попытка максимально точно описать его величие. На самом деле, если говорить об уникальности и верить самому Пеле, еще была очень классная история в Колумбии с ним, когда его по ошибке судья пытался удалить, и он уже там ушел по трибуну на помещение. Но потом болельщики соперника заметили, вернее, они сразу заметили, что это удаление было ошибочным, что не Пеле, а другой игрок полез выяснять отношения. И они потребовали его вернуть, и Пеле вернулся на поле, а матч обслуживал до конца встречи другой судья. По крайней мере, сам Пеле в колонке для The Players' Tribune в 2016 году рассказывал такую историю. Пока не было у меня времени ее перепроверить, но я думаю, что это вполне возможно, учитывая степень мирового преклонения перед талантом Пеле еще даже до того момента, как он завершил свою карьеру. Я думаю, что в целом, по крайней мере, свое видение парадокса Пеле, величия Пеле мне сформулировать удалось. Надеюсь, я доступно объяснил, почему, на мой взгляд, его нужно выносить за скобки из этого сравнения. Вопросы про Пеле тоже прилетали, но они, по сути, сведились к одному вопросу. Будет ли подкаст про Пеле, когда Угнер Марадона, мы делали специальный выпуск про него, тут ответ простой. Я думаю, что эту тему мы однозначно рассмотрим, если она не убежит от нас слишком стремительно. Но вот прямо так в моменте среагировать, к сожалению, банально нет усил. Очень много мы потратили усилий на то, чтобы чемпионат мира так детально освещать. И я думаю, до Нового года точно, даже в первых праздничных числах, все-таки выпуск сделать не получится. Если чуть позже это будет актуально, то можно, конечно же, сделать, как вы, наверное, даже сегодня убеждаетесь. Есть очень много ракурсов и определенно есть, что обсуждать, есть о чем рассказывать. Так, давайте проверю, все ли тут окей у нас. Да, 260 человек собралось. Я вам напоминаю, что можно ставить лайки. И сейчас заглянем в чатик, посмотрим, какие вопросы вы там формулируете. Сейчас, секунду. А если сравнивать с Пушкашем и Ди Стефана? Александр спрашивает. Я, честно говоря, не думаю, что те вещи, те обоснования, которые я привел, они позволяют, их можно наклеить на Ди Стефана и Пушкаша. То есть, можно сказать, я же не просто сказал, что из-за эпохи нельзя сравнивать Пиле, я более конкретные вещи, более конкретные аргументы в пользу его уникальности привел. И поэтому, я считаю, его нужно вносить за скобки, а не потому, что он играл в какую-то особенную эпоху. Ну, вернее, это тоже фактор, но ключевой фактор все-таки немножко в другом, из-за чего так трудно сравнивать. Вот я это постарался проговорить, не думаю, что к Пушкашу или Ди Стефана можно что-нибудь аналогичное применить.